Добрый вечер! На четвертом канале «Что это было?» Программу ведут Маргарита Балахирская и Евгений Енин. Добрый вечер всем! И сегодня мы поговорим о том, что корь в Екатеринбурге. Что это за болезнь? Насколько она опасна? Как не заразиться? И не поздно ли делать прививки? Поговорим о том, что есть предложение преподавать основы православной культуры с 1 по 11 класс. Зачем и чему можно учить детей столько времени, но так, чтобы это не было религиозное образование? А начнем с того, что на этой неделе очень многих россиян обуяло скорбь. Мы говорим, и это не смешно совершенно, Жень, о смерти Фиделя Кастро, лидера Кубинской революции. И вообще, по разным данным, на него было совершено покушение в течение его жизни от 100 до 200. А скончался он от тяжелой болезни в 90 лет, и случилось это 25 ноября. Мы у вас хотим спросить, следует ли как-то увековечить память Фиделя в Екатеринбурге, например, назвать его именем улицу. Если да, следует назвать улицу именем Фиделя Кастро, 328-99-41. Если нет, не нужно нам такое счастье, 328-99-42. И я считаю, что голосовать нужно, конечно же, за то, что не надо. Почему? Ну, потому что этот человек, который устроил репрессии в процентном соотношении по количеству жителей, гораздо более сильнее, чем стали. Или, например, Пиночет. Вот Пиночет для нас кровавый диктатор, так вот посаженных, расстрелянных и эмигрировавших с Кубы гораздо больше, чем из Чили. Но мигрантов, если я не ошибаюсь, около миллиона человек, в их числе была даже его сестра Хуанит. Это все знают, но... Он принял Кубу цветущим раем, а оставил нищей страной, которая славится дешевыми проститутками. Для нас все равно, для россиян, для такого среднего россиянина, фигура Фиделя, Женя, согласись, все-таки нечто романтичное. И я не могу не напомнить, что в Свердловск, наш город, Фидель Кастро приезжал в 1963 году. И, между прочим, мы ему кое-чем обязаны. Вот, не знаю, ты знаешь или нет, но специально была к этому приезду выстроена дорога от Кольцова. То есть еще задолго до Росильбана, от Кольцова до нашего города. Кастробан. Фактически, вообще Фиделевская ее называли. Более того, когда Фидель Кастро уехал из нашего города, потом ЗАГСы зарегистрировали 11 новорожденных, которых назвали Фиделями. Но все-таки Фидель это, а, диктатор, вполне себе кровавый, б, политический неудачник. Но, тем не менее, екатеринбуржцы проголосовали 55% за то, чтобы, да, нужно назвать улицу именем Фиделя какую-нибудь в городе Екатеринбурге. Потому что мы за хорошие дороги, Женя. В честь дешевой проституции. Спасибо всем, продолжаем.